На волне ностальгических нот Ночное такси Сегодня и всегда с Александром Фрумином Добрый вечер дорогие друзья Это программа Ночное такси В эфире радиостанции Шансон 24 Наш портал в сети шансонспб.ру И радиостанции Русский Берлин Наш адрес в Берлине 97,2 МГц FM Сегодня в программе Ночное такси В каждом из часов программы Для вас наша постоянная рубрика Лицом к лицу Все это совершенно не случайно Дело все в том, что совсем скоро Относительно сегодняшнего дня В Берлине все это будет естественно позже Но вот относительно сегодняшнего дня 26 сентября совсем близко Это день традиционной нашей съемки Судья начнет такси Вот уже четвертый год Снимает фильм-концерт Под названием В джазе только девушки И соответствующим образом Прекрасные певицы Авторы своих песен Появляются в эфире нашей радиостанции Перед тем, как выходят на нашу съемочную площадку В Санкт-Петербурге И вот сегодняшний эфир Ночного такси Естественно Сделан таким образом Что в первом часе С вами будет Поющая поэтесса из Москвы Автор и исполнитель Людмила Юрпалова Во втором часе появится Также прибывший к нам из Москвы И исполнитель Альбина Десницкая И естественно каждый час Полностью отдан музыке Этих замечательных женщин Так что в первых 60 минутах Ночного такси сегодня Я с большим удовольствием Предлагаю вам встречу с Людмилой Юрпаловой Надо особо сказать, что Людмила Не первый раз уже в эфире нашей радиостанции Шансон 24 Она была здесь год назад В этой же студии И она работала Эфир В программе Которая носит название В джазе только девушки Это специальная программа Которая на нашей радиостанции Вновь будет возобновляться С октября этого года Вести ее буду я сам Она будет идти ровно Два раза каждый месяц То есть неделя через неделю Начиная с октября И естественно я буду Рассказывать о прекрасной половине Поющего человечества И вот именно в такой программе В прошлой ее версии Версии 2015 года Уже впервые побывала Любовь Юрпалова Людмила Юрпалова Простите Но что касается сегодняшнего эфира То Людмила в программе Ночное такси И поэтому я с большим удовольствием Приветствую ее И предоставляю ей слово В нашем эфире Людмила Все правильно я сказал Ничего не забыл Да, все правильно Добрый вечер Мне очень приятно Что я снова у вас И на самом деле Вы не просто у нас Вы еще и Сразу с двумя Дисками Которые сегодня Мы постараемся Послушать достаточно подробно Поэтому я бы Конечно хотел Чтобы по нашей традиции Вы естественно Будете работать диджеем Будете командовать Аркадем Санычем Уже заранее у него В руках трех лист Мне бы хотелось Конечно Чтобы вы как можно больше Рассказали о той музыке Которая будет звучать В течение ближайших 60 минут на нашем эфире Я бы хотел Ваше слово О альбоме Спелая вишня Для начала Да, это восьмой Мой уже альбом Он вышел в феврале 2016 года Ну то есть Новый альбом Это новый альбом Да Как обычно Там 12 песен Я стараюсь Чтобы было Вот 12 Не меньше Иногда бывает 14 песен В альбоме Песни Самые разные Песни есть Ну вот Например Спелая вишня Вы будете слушать Альбом Так называется Спелая вишня Это песня Можно сказать Классическая То есть Там есть припев Там есть запев И так далее То есть Она классическим образом Построенная песня Не такая авторская Не акынская Как мне говорит Мой композитор С которым я уже Многие годы работаю Уже 8 лет почти Владимир Купцов Он делает великолепные Аранжировки И мы с ним уже сделали 9 альбомов вместе И вот он говорит Что иногда у меня бывают Акынские авторские песни Не классические Вот А вот эта песня Спелая вишня Она именно такая Классическая Дальше будет песня На природе Она такая о природе О даче И такая она веселая Задорная Вот Потом там В этом альбоме Есть песня Вспомним Такая песня Размышления Есть песня Две половинки Лирическая песня Есть песня Такая Серьезная Называется О дураках Серьезная Парадокс почти Да И есть песня О кинематографистам Это О нашем кино У нас очень много Замечательных фильмов Было Но в последнее время Появляются не очень Такие Внятные Я бы сказала Фильмы И вот эта песня Она Именно о кинематографистах Вот И есть песни Я люблю очень зиму Я сама родилась На севере За полярным кругом Если кому-то интересно Я родилась В поселке Тикси Известное место Да Кто знает Освоение советского севера Знает Что такое Тикси Вот поэтому Я люблю север И у меня есть песня Воркута Но это в других альбомах Вот И я очень люблю снег У меня есть песни Хочется снега Падает снег О зиме Ну альбом выходил в феврале Значит песни были Получается по сезону Да Ясно Хорошо Люда У вас будет еще время Я на самом деле Не хотел чтобы вы Перечитали сразу Весь треклист Мне бы хотелось просто Чтобы вы подумали Над моим следующим вопросом Пока будет играть Заглавная композиция Спелая вишня В нашем эфире Я бы конечно хотел Чтобы вы Порассказывали о том Как эти песни создавались И вообще Какова их Судьба была до того Как они собственно Стали фонограммами На этом диске Как создавались эти стихи Но я думаю Что это мы уже Только после композиции С вами в эфире И послушаем С удовольствием расскажу Итак Спелая вишня Сколько я под дождиком С удовольствием Сколько я под солнышком Краснела Наконец созрела я Вишня Вишня, спелая вишня Вишня, спелая вишня Ты услышь меня Ты услышишь Вишня, вишня, спелая вишня Вишня, спелая вишня Ты услышь меня Подойди Полюбуйся красотой моей Вишня, вишня, спелая вишня Приглядись к упругости цвету Ты услышишь меня Ты услышишь Вишня, вишня, спелая вишня Ты услышь меня И сорви Сразу не разгадывай секрет Раскуси ты мякоть осторожно И держи во рту, пока возможно Сок прольется, будет в нем ответ Вишня, вишня, спелая вишня Ты услышишь меня, ты услышишь Вишня, вишня, спелая вишня Ты познал мой вкус, будь со мной Вишня, вишня, спелая вишня Ты познал мой вкус, будь со мной Ты познал мой вкус, будь со мной Если с вами ночное такси Ничего не случится в дороге Да, дорогие друзья, это программа ночное такси В эфире радиостанции Шансон 24 И в эфире радиостанции Русский Берлин До завершения этого эфирного часа В эфире со мной работает автор-исполнитель из Москвы Поющая поэтесса Людмила Юрпалова Что немаловажно, она прибыла к нам в Санкт-Петербург Уже не впервые для участия в нашем большом фильме В фильме, в котором, кстати, участвуют только прекрасные женщины Собственно, фильм, поэтому так и называется В джазе только девушки Людмила уже не первый раз принимает участие в этой программе И не первый раз уже работает с нами Большую программу в эфире радиостанции Шансон 24 Но, правда, впервые работает программа ночное такси И поэтому все это слышно не только онлайн в сети интернет Не только видно все это в записи на телеканале ночной такси на YouTube Но это все и слышно также на радиостанции Русский Берлин На 97,2 МГц FM Естественно, всегда выходя в эфир каждую неделю Я работаю для вас пятницу и субботу всегда Я, конечно же, сообщаю статистику нашего телевизионного канала на YouTube Она, я считаю, важна не только для меня Но и для тех, кто внимательно смотрит то, что мы вам предлагаем Наш канал в этом году отмечает свое шестилетие Это будет отмечаться также съемками большого фильма-концерта Там же, где мы работаем теперь всегда На сцене крупнейшего питерского музыкального клуба А2 И все это будет происходить в ноябре, поскольку мы вышли в эфир 15 ноября 2010 года Что касается сегодняшнего дня, то вот как раз перед тем, как мы выехали сюда В нашу студию прямого эфира Я посмотрел на статистику YouTube И докладываю вам Это чуть более 31 миллиона и 434 тысяч Вот именно столько уникальных зрителей посмотрели То, что предлагает вам студия Ночной такси Это, собственно, именно статистика с момента выхода канала в эфир С момента его регистрации по правилам такой статистики на YouTube она сквозная То есть учитывается именно каждый зритель, который все это посмотрел Поэтому я очень благодарен этим людям и надеюсь, что, конечно же, тем, кто внимательно смотрит за всеми нашими новыми картинами Будет очень интересно посмотреть, что же будет на нашей сцене записано 26 сентября Собственно говоря, для того, чтобы вы лучше узнали тех певиц, кого пригласили мы для этой большой работы Сегодня и сделан эфир Ночного такси с Людмилой Юрпаловой Людмила, скажите мне по поводу вот этого чудесного альбома, заглавную композицию, с которого мы услышали Когда были созданы эти песни? Эти песни были созданы летом 2015 года Ого, то есть у вас все строго А вы в 2015 году написали В 2016 издала И в 2016 издали, да? Да Скажите мне, а вот какова судьба вообще стихов для каждой из ваших программ? То есть вы тоже стараетесь по такому же принципу, да? Вот создала песни, придумала их и издаю достаточно быстро Или альбомы являют собой ретроспекцией ваших стихов, созданных для песен, может быть, год, два, три, пять, десять назад Вот как у вас бывает? Все по-разному бывает, потому что получается иногда так, что я быстро напишу песню и включаю в новый альбом А иногда бывает, что песня лежит год-два Вот так был создан тематический альбом «Любимому» Это пятый мой альбом И там песни подбирались три года Вот в этот альбом тут есть песни не все, 15-го года Вот «Спелую вишню», да, я написала в 15-м году Например, песня «Кинематографистом» была двумя годами раньше написана И, в общем, не все песни написаны в 15-м году Скажите мне, а принцип вашего авторского подбора, авторской компиляции для того, чтобы записать полноценный компакт-диск В чем он состоит? Вы знаете, я стараюсь записать как можно более разнообразные песни И по жанру, и по содержанию Потому что мне кажется, что нельзя делать альбом на одних грустных песнях Или на одних симфонических аранжировках Надо как-то все это микшировать Поэтому я думаю, что надо, чтобы были серьезные песни, чтобы были веселые песни Все как-то надо так чередовать Чтобы как-то настроение у слушателя менялось Нельзя гонять его либо в грусть, либо в веселость такую А концептуально выстраивается ли программа, например, по принципу заглавной песни? Вот заглавная песня пишется, дает какую-то тему внутреннюю, понятную вам И вы под эту тему выстраиваете все остальные треки? Не всегда, не всегда, нет, не всегда Ну вот опять же, я говорю, для меня важно, чтобы не было все однопланово Вот для меня это важно Вот, так сказать, в альбоме «Любимому» Да, была песня, называлась «Любимому» И все песни были о любви, посвящены одному человеку То есть это выстроился действительно такой вот альбом Но, тем не менее, там песни самые разные Там и веселые песни, и грустные песни, и песни размышления То есть очень разные Я не хочу, чтобы это было однообразно Однообразие – это как-то скучно Мне хочется, чтобы было многообразие Это интереснее Ясно, ясно, ясно Дорогие друзья, это автор-исполнитель из Москвы, поющая поэтесса Людмила Юрпалова Сегодня, Людмила, подчеркиваю, впервые участвует в программе «Ночное такси» на нашей радиостанции Но далеко не впервые участвует в программах нашего радио Также вы можете видеть на телеканале «Ночное такси» на YouTube И запись программы «Джазе только девушки», в которой практически ровно год назад То есть тоже в сентябре, но прошлом, 2015 года, Людмила принимала участие Также вы можете видеть ее, конечно же, и в наших фильмах «Джазе только девушки» Мы снимаем эту большую картину уже четвертый год, начиная с марта 2013 года И не во всех, но в большинстве вот этих картин за вот эти годы Людмила принимала участие И для меня очень важно, что мы сейчас в ближайшей съемке, то есть 26 сентября, сможем показать ее в новые песни Людмила, командуйте Аркадем Александровичем, какая следующая композиция будет в эфире? Следующая композиция номер два называется «На природе» А еще неделя и будет месяц Месяц, как приехали мы на дачу Подведем итог нашей встречи С матушкой природой, хоть и с опозданием Нюхали цветы, любовались цветами Пенами, лилиями, розами, ромашками Кушали пищами смородину, малину Свой лучок в грядке И ахали, ахали по поводу воздуха Вкусного такого Хоть ложкой ешь Пили водичку родниковую Ходили босиком По траве парасе Как хорошо Общаться с природой Когда вокруг Лес да поля Глубоко дышится Красиво смотрится Родная земля Родина моя Глубоко дышится Красиво смотрится Родная земля Родина моя Так хорошо Общаться с природой Когда вокруг Лес да поля Глубоко дышится Красиво смотрится Родная земля Родина моя Глубоко дышится Красиво смотрится Родная земля Родина моя Если с вами ночное такси Ничего не случится в дороге Дорогие друзья Это программа Ночное такси И в нашем эфире До завершения Этого эфирного часа В рубрике Лицом к лицу С вами Поющая поэтесса из Москвы Людмила Юрпалова И сегодня мы Слушаем фрагменты Двух ее Самых свежих компакт-дисков Только что мы Завершили Знакомство с альбомом Который был Изнан в феврале Этого 2016 года Альбом Который название Спелая вишня А вот сейчас Аркадий Александрович готовит И Людмила уже выбрала Треки Из еще одного диска Который также был Издан в этом году Сейчас все узнаем Подробнее Людмила Вот эта пластинка Во-первых Как она называется И когда она была издана Это девятый альбом Он называется Я не гадаю В этот альбом Входит песня С таким же названием И этот альбом Вышел в начале Июля 2016 года То есть совсем свежий Да Квартал назад Считай Да Четыре месяца Скажите мне А эта пластинка Она была создана Я так понимаю Из песен Которые были созданы В этом 2016 году Или там были Какие-то песни Уже Которые были сделаны Раневыми Это песня 2015 2016 года За два года За два года Туда вошли песни Да Вот я хочу сказать Что сейчас прозвучит песня Очень серьезная Берегите ветеранов Я эту песню Исполняла В парке сокольников Перед ветеранами 9 мая То есть у вас появились Уже и такие Социальные композиции В репрессоре Да Потому что на самом деле Я в первую очередь Считаю вас Такой лирической поэтессой Которая продолжает В какой-то мере Можно смело сказать И традицию Песцов И конечно поэтов В первую очередь Серебряного века А если говорите О современных нам Бардах Авторах исполнителей То мне вот кажется Что как раз То что делает И поныне Вероника Долина Это как раз вот созвучно Тому что делаете вы Ну у меня вот В последнее время Очень много появилось Песен таких серьезных То есть социальная тематика Неожиданно вас вдруг Да Увлекла Да Почему-то так получилось Но я считаю Что не почему-то Просто я посмотрела Один концерт В котором Так сказать В зале сидели ветераны Концерт был такой Очень насыщенный Серьезными песнями И ветеранов приветствовали Они вставали И буквально через два дня Утром я рано вообще встаю Я проснулась И с этой музыкой И с этими стихами И так родилась эта песня Берегите ветеранов То есть вот этот концерт Как-то вот он повлиял на то Что у меня вдруг Это все вот так вышло Песня новая Необычно Необычно Еще раз название альбома Сообщите нашей публике Я не гадаю Я не гадаю Так называется Ваш девятый альбом Это как раз песня лирическая Слушаем Берегите ветеранов Берегите их Ветераны наша доблесть Ветераны наша гордость Ветераны наша совесть Берегите их Ветераны наша совесть Берегите их Мы желаем вам, ветераны, долгих-долгих активных лет Мы желаем вам здоровья и любви, и заботы от всех Мы желаем вам здоровья и любви, и заботы от всех И мы искренне благодарны тем, кто ушел и не вернется уже Будем честно жить и праведно, продолжая дело их Будем честно жить и праведно, продолжая дело их Берегите ветеранов, берегите их Ветераны — наша доблесть, ветераны — наша гордость Ветераны — наша совесть, берегите их Ветераны — наша совесть, берегите их Ветераны отстояли в страшной битве страну Не уроним честь и знамя нашей Родины и мы Обещаем ветеранам быть достойными подвига и Обещаем, что будем бороться, чтобы мир на земле сохранить Обещаем, что будем бороться, чтобы мир на земле сохранить Берегите ветераны, берегите их Ветераны — наша доблесть, ветераны — наша гордость Ветераны — наша совесть, берегите их 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 Если с вами ночное такси, ничего не случится в дороге Именно так, дорогие друзья Сегодня с нами автор-испланка из Москвы Людмила Юрпалова И мы слушаем ее самые-самые свежие записи Изданные на компакт-дисках в России Это как раз только что звучавшее произведение Из альбома, который был издан летом этого года В Москве, в июле 2016 года И я обращаюсь со следующим вопросом к Людмиле Людмила, скажите мне, а вот что вы будете записывать у нас На площадке в понедельник, 26 сентября Какие песни будут уже иметь видео-версии? Я буду записывать песни, которые совершенно новые Они войдут, скорее всего, в 10-й альбом Или даже в 11-й То есть вперед? Даже да Как интересно Да, я решила спеть что-то такое новое, свежее Это будет песня Ницца Лирическая такая песня Это будет очень веселая песня Называется «Вот бы» И это будет эта песня, которую вы только что слышали «Берегите ветеранов» Я считаю, что это очень важно То есть эта песня еще не... Нет, это «Берегите ветеранов» Она из этого альбома А, я понимаю, да А две первые, которые я наносила, они-то новые Они как раз еще... Их нигде нет Не присутствуют в альбоме Их никто не слышал, да Их никто не слышал в альбомах То есть я правильно понимаю, что вы специально делали аранжировки Для того, чтобы записать все это на видео в новой картине Да, специально для этого делали Это очень интересно И когда планируется к изданию альбом, куда они войдут? Альбом выйдет где-то в феврале В начале февраля 2017 года Десятый альбом Ну я так понимаю, что если судить по вашей дискографии 2016 года То вы все-таки два альбома издали за один год, да? Да А в прошлом году были ваши проекты? Да, конечно В общем, я хочу сказать, что первый альбом мой вышел в 2010 И вот у нас в 2016 девять альбомов на сегодня То есть за шесть лет на самом деле получалось чаще, да? Где-то в среднем иногда были годы Наверное, как и в 2016 год, где выходило по два альбома, да? А вы всегда стремитесь, чтобы это было приблизительно одно и такое же количество песен, да? То есть примерно вещей 12, да? Да, где-то 12, где-то 14 иногда получается Ну вот так, но не вот так А в вашей дискографии были повторы песен? Ну, например, вам захотелось сделать какую-то аранжировку другую? Нет, все песни оригинальные У меня на сегодня 155 моих оригинальных песен То есть альбомы еще будут с новыми песнями Но надеюсь, что эти 155 песен, конечно, не все еще аранжированы, да? Нет, не все, конечно Они просто созданы, и вы понимаете, как можно их записать, да? Я думаю, аранжированы на сегодня 15 песен уже То есть на десятый альбом и почти на половину одиннадцатого Я понял, то есть кроме изданных еще полтора десятка вещей, которые готовы фактически к изданию, да? Да Ну это интересно, на самом деле Нравится ваша старательность и точность Что вот вы взяли курс такой, знаете, как ледокол, да? И вот он идет Нет, нет И аккуратно, совершенно четко за ним идет караван из ваших песен Нет, нет, Саша, вы неправильно понимаете Дело в том, что у меня были годы, когда я не могла писать совершенно, и песен не было А просто вот идут и идут И не то, что я там взяла курс А просто вот они рождаются Я же не могу творческий процесс прервать Ну мы с вами как-то в эфире разговаривали достаточно давно на эту тему И тот эфир, к сожалению, тогда не записывался еще на видео Да, он был, этот эфир Мы другое дело, что не писали видео тогда Поскольку мы не сразу стали записывать программы нашей радиостанции Для размещения на телеканале на нашем Поэтому, к сожалению, к нему сейчас невозможно к этому эфиру обратиться Чтобы его могли посмотреть или послушать те, кто слушает и смотрит нас сейчас Я имею в виду наших зрителей, конечно, не нас с вами Я просто помню, о чем был наш разговор с вами тогда И позволю себе напомнить это в этом эфире Вы ведь говорили о том, собственно, как начинали появляться ваши песни Говорили о своем совсем не литературном образовании И говорили о том, что вы помните те времена, когда были барды Когда были поющие поэты Когда были поэтические вечера в Москве Они были очень популярны не только у вас, но и у нас здесь И вот все это через годы стало для вас вот таким катализатором создания своих песен Уже в зрелом возрасте, совсем не в юношеском, не в студенческом И у вас все равно вот этот заряд молодости, этот заряд юности Который хочет обязательно рассказать окружающим о том, что происходит в окружающем мире Он сохранился у вас на всю жизнь На самом деле, что, в общем, бывает не всегда с поэтами И это очень здорово, что вы решили и, в общем, не отходите от этого И делаете все больше и больше музыки, которую отдаете людям То есть, на самом деле, я считаю, что вы действуете абсолютно правильно Потому что каждый творческий человек обязательно должен самовыразиться Если он делает что-то, что, может быть, услышно другими И я считаю, что то, что вы не боитесь рисковать, экспериментировать Нашли хорошего аранжировщика, который действительно очень профессионально, конечно, все это делает И, собственно говоря, это дает определенную ауру этим песням То, в общем, на самом деле, это большой такой труд, который вы, к тому же, еще и делаете очень основательно Я имею в виду с точки зрения дискографии Потому что любой представляет себе музыкант, что такое сделать полноценный альбом с аранжировкой на дюжину песен А вы иногда даже за год выпускаете два таких проекта, что, в общем, делает вам честь, конечно И вашему аранжировщику тоже, как человеку, который все это для вас делает Спасибо Следующая композиция Это такая серьезная песня, она называется «Ищу смысла» Субтитры создавал DimaTorzok Я люблю тебя, солнце Я люблю тебя, земля Я люблю тебя, небо Я люблю всех и вся Я люблю тебя, создатель Жизнь ты миру подарил Ты построил мироздание Все любовью одарил Я люблю тебя, создатель И природу я люблю Я люблю твое творение И за все благодарю Я люблю тебя, создатель Все, что создано тобой Не оставлю без внимания Ни звезды, ни морской прибой Ни травинки, ни букашки Ни вселенной, ни планет Все мне важно в мироздании В чем есть смысл, ищу ответ Мир огромен и чудесен Оглядись, увидишь ты Сразу столько дивных песен Зазвучит в твоей груди И мелодии польются И прольется Божий свет И поймешь, как жизнь прекрасна И прекрасней жизни нет И в любви, как в океане Ты скупаешься сполна И такая благодарность Зазвучит в твоих словах Восхитишься, удивишься Будешь рад, не зная сам Почему такая радость Заполняет душу нам И в восторге восхищения Ты колени преклонишь И за все мгновенья жизни Ты творца благодаришь Слезы льются в умилении Нет ни горя, ни обид Есть любовь и есть прощение В этом смысл, в этом жизнь Есть любовь и есть прощение В этом смысл, в этом жизнь Если с вами ночное такси Ничего не случится в дороге Дорогие друзья, вы по-прежнему Настроены на радиостанцию Шансон 24 Наш адрес в сети Шансонспв.ру И на радиостанцию Русский Берлин Соответственно, в столице Федеративного спорта Германии На частоту 97,2 МГц ФМ В программе Ночное такси В первом эфирном часе Поющая поэтесса из Москвы Автор и исполнитель Людмила Юрпалова Сегодня мы слушаем Ее самые новые песни Компакт-диски Из которых, собственно, взяты Эти композиции Были изданы в Москве В этом 2016 году И все эти композиции Подчеркиваю, совершенно дебютно Звучат сегодня В эфире Наших радиостанций Людмила прибыла В Санкт-Петербург Для участия В очередном Нашем большом Фильме-концерте Который состоится На сцене Крупнейшего петербургского Концертного музыкального клуба А2 В понедельник 26 сентября Ну, в Берлине, к сожалению Все это будет уже Идти в записи Уже это время пройдет Но для тех, кто слушает нас Онлайн, в интернете Я думаю, актуально Знать эту дату Все, что мы снимаем В фильме Из серии В джазе только девушки Мы делаем Уже на протяжении Четырех лет Первая такая картина Была снята нами В марте 2013 года Все это Не просто тщательно снимается Но и тщательно монтируется И не более чем Через месяц после съемки Как, собственно, и все Картинные студии Ночной такси Размещаются на телеканале Нашей студии В гигантском видеохостинге YouTube Аудитория нашего канала Сейчас уже более 31 миллиона И 434 тысяч зрителей Вот повторяю Эти данные статистики Которые были как раз На сегодняшний вечер Перед входом В студию Мною полученной Вот YouTube Что немаловажно Так это то, что Все песни, конечно же Будут полностью доступны вам И доступны они будут В видеоверсии Через, подчеркиваю, месяц После того, как мы Эту съемку Создадим И, конечно, очень важно Что Людмила приготовила Для вас новые песни О которых она сказала В прошлом включении Две композиции Вообще Является анонсом Фактически ее Будущих альбомов Одна композиция Вещь ветеранам Уже прозвучала В сегодняшнем нашем эфире И она уже издана На альбоме Бросса 2016 года Так что Сегодня у нас в эфире Самая свежая музыка Людмилы Юрпаловой И что немаловажно Относительно Вот как раз тех Песен Это как раз Относится В большей степени К тому, что мы Будем записывать 26 сентября То, конечно По принципу Завтрашние новости Сегодня Эти песни Прозвучат Даже раньше На видео Чем будут Изданы их Аудиоверсии Людмила Скажите мне А вот вообще Относительно Творческих Ваших ориентиров Ну я так понимаю Я об этом Я тоже сказал уже Повторив ваши слова Сказанные В этой студии Несколько лет назад Вы конечно Ориентировались На традиционную Вполне себе Интеллектуальную Бардовскую песню 60-х и 70-х годов Прошлого века На сегодняшний день Ваши ориентиры Каковы? Вы знаете Я в последнее время Пишу очень интересные песни Я очень люблю Классическую музыку И вот вы знаете Я написала песню Она называется Музыка Она очень новая Она совершенно Мне не свойственна Она какая-то Такая серьезная О музыке Очень красивая Она и о поэзии Очень красивая песня Я думаю Что в 10-м альбоме Наверное Я ее размещу Вот И То есть Идут самые разные песни И я очень люблю Серьезную музыку Классическую И я люблю Александра Суханова И я слушаю Олега Митяева Очень многие песни Его люблю И даже была На его нескольких концертах То есть Вы знаете У меня Очень большой кругозор Ну Кстати Я вас переливу Что касается Олега Митяева Да Очевидно Мимо нашей студии Как говорится Мало кто Прошел Я шучу Конечно Так Нашей студии Кстати в октябре Исполняется в следующем месяце Ровно 31 год Чтобы вы знали Так вот Олег Митяев На самом деле С которым я и поныне дружу Но сейчас конечно Гораздо реже общаюсь Из-за его Так сказать Активного гастрольного графика Так вот Именно в программе В которой вы сегодня участвуете Да Вот в программе Ночной такси Только на дворе стоял Не пугайтесь 1994 год Соответственно 22 года назад Олег бывал впервые То есть Это была первая программа На современном Музыкальном ФМ радио Поскольку мы работали Много лет на ФМ диапазоне Пока Не ушли в интернет В 2010 году Так вот Что немаловажно Так это то Что Самый первый Вообще эфир Его В современном Доступном Телефоническом радиоэфире Был именно у меня Вот в этой же программе В которой Работаете вы 22 года назад Интересный он парень Олег Митяев Я с удовольствием С ним и сейчас общаюсь Он неоднократно Принимал участие Вот после того Самого первого эфира Когда его еще Конечно мало кто знал Во всяком случае У него уже была Какая-то такая Бардовская аудитория Своя Ну именно Специфические Бардовские концерты А конечно Больших концертов У него не было Тогда еще И откровенно говоря Трудно было сказать Появятся ли они Но Поскольку Наша студия Всегда Занимается Именно авторской музыкой То мы конечно Уже знали тогда Хорошо Кто такой Митяев И ценили Это И старались Конечно же Всегда поддержать Каждого человека Который создает Свою песню Заведомо песню Не коммерческую А песню По-настоящему Адресованную К человеку И вот я очень рад Что после того Большого Часового эфира В 1994 году Подчеркиваю Состоявшегося Мы с Олегом Григорьевичем Не потерялись Вот И откровенно говоря Регулярно Его музыка Звучала В нашем эфире И он приезжал Конечно же К нам На студию А мы поддерживали Его концерты В Санкт-Петербурге Вот Поэтому Вот если вы вспомнили Митяева То он прямое отношение Как раз имеет К нам А мы естественно К его творческому пути Скажите мне А из Музыкантов Прошлых лет Все-таки Ваши ориентиры Это важно Конечно В первую очередь Не мне Как ведущему программы А конечно Важной аудитории В том числе Тем людям Кто слушает вас Совсем впервые сегодня Вот из людей Прошлых лет 60-е 70-е годы Вот На кого ориентируется Людмила Верпалова Это конечно Куджава Прежде всего Высоцкий Владимир Это Висбор Юрий Висбор Вот Александр Суханов Но он Постарше Попозже Немножко Попозже Ближе к нам Да Вот Вероника Дулина Тоже немножечко Попозже Ну вот такие Мне кажется Еще что Розенбаум Александр Конечно тоже Ну Александр Розенбаум Да Он в этой студии Не просто так сказать Работал Он тут жил Он тут жил много лет Потому что Мы записали только 10 его альбомов Собственно говоря С нашей аранжировкой Полностью сделанных здесь А вообще Учитывая его архивы Которые мы собирали Мы издали 22 его альбома Оригинальных За такое огромное количество лет Он работал в этой студии С 1994 По 2002 год Вот именно вот так Вот чтобы каждый год Выходила пластинка А то и не одна И вышла вот Золотая серия Ну и несмотря на то Что после 2002 года Мы не записывали В этом случае Пока Александр Розенбаум Наши отношения Такие же теплые Я дружен сам С ним около 30 лет Еще с юности своей Ездил за ним На его концерты Писал на магнитофоны Отдавал потом ему Первые кассеты Магнитофоны Его концертов И самое интересное Что у него В общем без меня Этих записей не было Это было очень забавно Я проживусь Когда мы готовили 16 лет назад В 2000 году Издание его Золотой серии Куда должны были Войти Действительно Практически все Хорошо сохранившиеся Записи К тому моменту Ну и концертные И студийные Ну концертные Естественно Чтобы не было повторов Вот Но именно концертные Не в студии То самое забавное Было то Что у него дома Не было ничего Вот И поэтому Мы с ним В течение целого года 1099 года Постоянно встречались Я показывал ему Вот этот его концерт Который писал я Или я приобретал Каких-то коллекционеров Вот этот вот его концерт И это было просто Жалко Что это не записывали На видео Саша смотрел На все это И говорил Марик А я вот не помню Что здесь Например были аплодисменты А я не помню Что я здесь Считал стихи И вот в итоге Таким образом Получилось Что мы Подготовили 22 его Альбома Полноценных Вот За период 1098 Тире 1099 Годов Пираты Успели у нас Украсть И пираты Издали Некоторую часть Большую Причем Этой золотой серии До того Как собственно Мы сделали Всю эту работу Уже так вот Как мы хотели В итоге Мы выпустили Несколько позже Чем сделали Это пираты Но наша серия Получилась больше Чем у пиратов Она вышла Больше по объему Потому что мы Еще больше смогли Найти материала Еще больше записать Вот И на самом деле Я очень горжусь тем Что это издание Было нами выпущено Потому что Люди Благодарят за золотую серию Александра Зенбаума У нас на протяжении Вот уже 16 лет Как она вышла И что важно для вас Так вот Тот издатель Который познакомил вас С нашей студией Ну в общем Тоже уже не вчера Тоже прошло уже Более трех лет С этого момента Это издатель Московский Компания Носит торговое имя РДМ Русская цифровая музыка Игорь Миконов Миконович Меликадамов Мой давнишний партнер И именно он Издавал тогда 16 лет назад Вот эту огромную Золотую серию Александра Зенбаума Он любит и знает такую музыку Помогает вам В распространении Ваших компактистов в Москве И мне очень приятно Что чуть более трех лет назад И он меня познакомил с вами Вот собственно к чему Я все это и рассказал сейчас Мне тоже очень приятно Что мы с вами встретились Да, очень здорово То есть в общем Получилось все это Совсем-совсем-совсем не зря Потому что на самом деле Конечно всегда интересно Показать людям Ту музыку Которая Подчеркиваю Обращена автором Именно к человеку Потому что все равно Единственным и нормальным Определением Для поющих поэтов И не только в России Является Следующее Поющий поэт Пытается в песне Отдать частичку Самого себя Той аудитории Для которой все это сделано И на самом деле Конечно не умаляя Ничуть печатного слова Но все-таки Говоря словами Высоцкого Ритмизованные стихи Они действительно Гораздо быстрее Попадают Что называется Как кислород в кровь Да, аудитории И быстрее Эта кровь Начинает двигаться И поэтому Откровенно говоря Наверняка Ваш выбор Попытаться Свои стихи Хотя Вы издаете Я знаю Печатные сборники И подарили нам Сегодня перед эфиром Новый сборник свой Но все-таки Идея Доставить с помощью Профессионально сделанной Музыкальной аранжировки Композиции Для аудитории Ваши стихи В первую очередь Для аудитории Я думаю Это мысль правильная Да Скажите мне Людмила У нас ведь Есть запас Некоторых песен Да, я просто хочу Может быть действительно Мы сейчас Аркадий Александрович Поручим поставить Сразу две композиции Коля, вы мне перед эфиром Говорили, что хотели Вы несколько больше У нас, я знаю Есть еще По-моему минут 25 Да, сынок До завершения Девятнадцать Тринадцать Тринадцать минут Ага Ну тогда, значит В любом случае Я думаю, что мы успеем Еще послушать Наверное, три песни Скорее всего, да Я думаю, три композиции успеем Людмила, командуйте Какая будет сейчас Аркадий, пожалуйста Сейчас будет скоро лето А потом поставьте Пожалуйста Я не гадаю Ну я думаю, наверное, что мы Наверное, две сразу поставим сейчас После этого будем прощаться И еще один трек у нас уйдет на финал Скорое лето Я увижу море Я увижу чаек над волной Я услышу Шум морского прибоя Мы полетим туда Вместе с тобой Я услышу Шум морского прибоя Мы полетим туда Вместе с тобой Скоро лето На мечтаю море На мечтаю встречу с тобой Мысль материальна Значит, все так и будет Мы увидим Чаек над морской волной Скоро лето Скоро лето Оно уже так скоро Полетим с тобой К морю полетим И услышим Шум морского прибоя И до горизонта И до горизонта Только море И мы И услышим Шум морского прибоя И до горизонта Только море И мы И мы До горизонта Только синие И до горизонта Только белые чайки И до горизонта 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 Мы увидим Море Это не набажденье Это точно море И оно пойдет А над морем небо Голубое небо И душа попросится В полет А над морем небо Голубое небо И душа попросится В полет Скоро лето Мы увидим море Мы увидим Чаек на два ноль Скоро лето Оно уже так скоро Оно уже так скоро Субтитры создавал DimaTorzok Ромашки желтые Ромашки белые Цветут в полях Цветут в лугах Но я не смелая Всегда не смелая Я не гадаю Я не гадаю На лепестках Но я не смелая Всегда не смелая Я не гадаю На лепестках Хожу задумчиво Вражу в мечтах Но не гадаю На лепестках Хожу задумчиво Вражу в мечтах Но не гадаю На лепестках Зачем испытывать Судьбу испытывать Любит, не любит Не гадать Пусть но гадают Что ты любишь Что это нового Не может дать Пусть но гадают Что ты любишь Что это нового Не может дать Хожу задумчиво Вражу в мечтах Но не гадаю На лепестках Хожу задумчиво Вражу в мечтах Но не гадаю На лепестках Как я не смелый Ты весь в твоей музыке Не говоришь О чувствах со мной Цветы оборваны Ответ получен Но ты молчишь Не зло быть одной Цветы оборваны Ответ получен Но ты молчишь Не зло быть одной Хожу задумчиво Вражу в мечтах Но не гадаю На лепестках Хожу задумчиво Вражу в мечтах Но не гадаю На лепестках Ромашки Ромашки Я не смелая Всегда не смелая Всегда не смелая Я не гадаю На лепестках Хожу задумчиво Вражу в мечтах Но не гадаю На лепестках Хожу задумчиво Вражу в мечтах Но не гадаю На лепестках Но не гадаю На лепестках Я не гадаю Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»